Привет, друзья! Вы на Гамма Раша, меня зовут Ваня, я рисую на канале Рыбакит. Сегодня мы рисуем разное, но в перемешку фруктов я хочу нарисовать, к примеру, нарисовать радугу. Я знаю, что малыши приходят на наши эфиры, на наши субботники, мы это делаем в инстаграме, так? И я рисую сейчас радугу. Рисую я гамма... Пчелка называется 18 цветов, но меня спрашивают, сколько для детского творчества. Для начала 6, потом 12, вот так хватает. В школу, может быть, там 9 тоже достаточно. Давайте нарисуем радугу. Красная это первая, можете не подсказать, я вроде запомнил, что нарисовать для конкурса. Как победить, я говорю, несложно участвовать в конкурсе. Давайте я сейчас нарисую радугу, и мне нравится радугу рисовать. Я часто их рисую на своем канале Радуги. И рисую радугу красный, сочный цвет, красный. Следующий, обязательно смывай кисточку тщательно, чтобы она была чистая. Следующий, оранжевый. Берем оранжевый, вот так вот, раз-раз-раз-раз, и мажем оранжевым. Вот так вот, мажем оранжевым. Вчера я видел радугу после дождя, и не захотел сегодня тоже ее нарисовать. А коли вы будете лепить, сегодня только... Сегодня только гуашь. В прошлый раз я рисовал пробную такую... Такой у нас был пробный субботник, когда я рисовал только одними мелками, восковыми мелками. И ребятам понравилось, потому что и многие ответили, что это хорошо, потому что менять не надо. И одним рисуешь, и получается здорово. Не надо скакать туда-сюда. Я попытался сегодня тоже нарисовать только гуашу. В следующие разы будем экспериментировать, и лепка однозначно тоже появится. Целый субботник лепки будет у нас. После желтого идет зеленый. У меня есть радость, когда есть много зеленого. Обычно я зеленый смешиваю с желтым, делаю вот так желто-зеленый. А в этом палитре у нас уже есть зеленый цвет. И мало того, их вот два, наверное, да, или три даже зеленых цвета. И я могу и темно-зеленый, и светло-зеленый, и холодно-зеленый взять. Нет, все, это нравится. Мой брат уже добавил глазки на его. Показывай своего брата, сделай сториз. Я стараюсь посмотреть, что у тебя там есть, что вы рисуете. И если сделали сториз, обязательно делайте, показывайте, что ты нарисовали. Дальше голубой. Вот здесь с голубым немножко такой. Он есть плотный голубой и такой голубой-голубой. Ну, все-таки плотные голубые. Мы возьмем вот такой вот голубой. И я заранее возьму его с водой немножко, чтобы он был посветлее. Мне кажется, голубой светлый. Довольно цвет, да. И я стараюсь его светлым взять. А потом я возьму синий. И вот синего я уже возьму посильнее. Что сегодня будет? Сегодня рисовать будем только фрукты. Но в перемешку будем всякие штуки рисовать простые. Для ребят помладше. Ну и в общем такое прикольное. Постараемся поэкспериментировать. Не только рисовать фрукты. Мелкие рисунки, которые будут занимать там 1-2 минуты. Мы просто рисуем радугу. Все цвета вспоминаем. Сочная радуга. До конца я не довожу, чтобы мой стол не запачкался. А так мне хотелось бы побольше. И, конечно, радугу лучше рисовать вот так вот на горизонтальном. Она такая большая. Но здорово получается. Мне нравится радуга. Классная. Это был перерыв между работами. Потому что начинаем мы обычно в 10. И я основные рисунки буду в 10 начать. Приходите. Ух ты! Это радуга. Да, это радуга. А вот радуга может быть с глазами. Давайте попробуем. Я еще не рисовал радугу с глазами. Давайте попробуем. Гуашь она такая кроющая краска. И когда она плотная и яркая, это хорошо. У нас супер радуга получилась. Но нам хочется глазки. И мы возьмем белила. И белила надо взять вот так плотненько. Много взять белил. Прям вот так вот. Это трудно для малышей. Я согласен. Ну, давайте рисовать глазки. Вот так я рисую глазик. Раз. И два. Она уже чуть-чуть подсохла. И вот лучше не размазывать даже много. Вот так вот получается. И при этом у нас получилась такая... Пока не улыбочка. Я думаю, улыбочку тоже надо нарисовать белилами. Потому что на темном будет не видно. И глазки я сейчас, конечно, рисую. Обязательно смывайте кисточку. Много раз сегодня придется смывать кисточку. И меняй воду по возможности. Я взял две банки себе, чтобы хватило. Глазки будут черные. Просто ляпну черный. Раз черный. Два черный. Здесь можно взять бровки сделать. Я думаю, достаточно весело. И прикольно получилось. У-ху-ху. А как сториз? Но пока не хочет... Ага. Сделаю сториз, но пока не горит. Отлично. Делайте сториз, конечно, по возможности. Будет перерыв. Сделайте. У вас есть. Наберется работ много сегодня. И я надеюсь, это будет здорово. Сейчас я ставлю на паузу, чтобы на ютубе эти ролики... ...